Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор воблера Цюребита Zero Crank 47 SSR. Данный воблер, крэнк, имеет довольно-таки широкое тело. Оснащен он лопаткой, которая стоит под углом, близком к вертикальному, благодаря чему данный воблер подповерхностный и заглубляется до 20 см. Но при желании можно провести его и еще выше. Лопатка небольшая, закруглена на конце. Из отличительной особенности у данного воблера является вот такой вот плавничок, который находится на спине. Призван он, наверное, для стабилизации приманки и для улучшения аэродинамических параметров. Кстати говоря, летит данный воблер за счет своей компактности и веса. Весит он 6,75 грамма, очень даже хорошо и далеко. Данный воблер оснащен двумя тройниками. Тройники очень острые и качественные. Внутри тела находится довольно-таки большой шар, который ходит от центральной части до хвостика, тем самым создает шум. Также внутри имеется несколько совсем маленьких шариков, выполненных из пластмассы. Ну и в головной части есть зафиксированный шарик металлический. Благодаря совокупности вот этих металлических шаров воблер довольно-таки шумный. Причем шум создается как низкочастотный, так и высокочастотный. Давайте послушаем. Благодаря сочетанию вот этих звуков воблер хорошо слышен издалека. Появился он у меня в июле прошлого года. Ловил я на него, наверное, рыбалок 4. Было поймано на него 2 езя и также наблюдал выход щуки. Почему-то вот мало времени уделил данному воблеру и планирую в следующем году более детально тестировать данный воблер. Но то, что он ловит рыбу, это уже проверено. Также мне интересно, будет ловиться ли голавли на данную приманку. Но то, что ясь и щука реагируют, это точно. Данный воблер довольно-таки хорошо держит струю. Я бы даже сказал, очень даже хорошо держит. То есть, не заваливается. Собран качественно. Петли все проклеены. Но в компании Цуребита у меня никогда нареканий к качеству сборки не было. Подведя итог, могу сказать, что данный воблер рабочий. Будет работать по щуке и езю. Благодаря своим габаритам хорошо летит. И будет удачной моделью, когда вы ловите летом, например, на заросших водоемах, где небольшая прослойка свободной воды, чистой. И необходимо ловить по площадям. То есть, за счет своего шума данный воблер выманивает рыбу. И если она, например, не клюнула на данный воблер, тогда, возможно, стоит попробовать доловить данную рыбу другой приманкой. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok